Безукоризненный внешний вид, серьезный взгляд и не детские мысли о будущем. Злобин Илья, ученик одной из курганских школ, считает, что граждане и так слишком много отдыхают, а школьникам нужно успевать получать знания перед экзаменами. Особо-то это не нужно, наоборот, лучше бы уменьшили. Сейчас для учебы нужно больше времени выделять. Не все учащиеся придерживаются этой точки зрения. В основном они выступают за продление каникул. Ведь можно успеть отдохнуть от занятий, вдоволь нагуляться или сходить в кино. О, это бы было круто вообще. Ну, потому что мы бы могли больше времени проводить дома. В отношении того, что мы живем, например, в общаге, и как-то мы бы могли больше времени проводить с родными и близкими. Также мы могли бы посетить, например, другие страны. Взрослые также одобряют законодательное новшество. Хоть и признаются, восьмичасовой рабочий день их не сильно утомил. Но побольше отдохнуть зимой все же хочется. Кому-то даже удается в это время погреться на пляже под солнышком. Надо больше отдыхать просто. Люди устают за год. В конце года им надо отдохнуть. К слову, ответственные горожане уже спланировали новогодние каникулы. Как говорится, готовься они летом. Ну, лыжи, спорт. У нас есть. Я живу в пригороде, так что это вполне нормально. Чем больше выходных, тем займемся спортом, отдыхом. Отдыхать – это хорошо, не работать. Внуки приедут, будут самцуками заниматься. Как оказалось, некоторые были бы не против сократить обычную рабочую неделю до четырех дней. Говорят, не могут в полной мере ощутить выходные. Пролетают незаметно. Хотелось бы, конечно, больше отдыхать. Потому что людям семейным, опять же, за два дня мало что удается сделать дома. Поэтому пожелание только три дня отдыхать. По данным исследований компании Суп и Джоб, 71% россиян поддержали идею увеличения количества зимних каникул. Да и, похоже, большинство курганцев эта новость тоже порадовала.